Светлана родилась 2 апреля 1987 года в Казани. Родители артисты Сергей Смирнов и Ирина Марцинкевич, практически все родственники имели отношение к сцене, поэтому она считала своим долгом продолжить актерскую династию. С малого возраста Светлана бывала на маминых репетициях, проживала в пектакле вместе с труппой. Раньше у Светланы была одна фамилия Смирнова, но актрисе казалось, что для профессиональной деятельности это слишком просто звучит, и тогда сестра посоветовала ей прикрепить к папиной фамилии Смирнова мамину Марцинкевич. Светлана считает, что это придало некоторую твердость ее характеру. Сестра актрисы сделала то же самое, и как утверждает сама Светлана, после этого у обеих жизнь двинулась с места, и их стали приглашать на съемки. Свою юность Светлана вспоминает так. В школе тусовалась в компании хип и неформала. Мы расписывали джинсы, играли на гитарах. Это было время переключений, учебы, дружбы и, конечно же, любви. После девятого класса Светлана пробовала поступить на курс режиссера Григория Дятитковского, но несмотря на то, что молодая актриса прошла все этапы отборочного тура, ее не зачислили, так как не было аттестата о среднем образовании. Окончив среднюю школу, девушка уехала в Санкт-Петербург, блестяще сдала все вступительные экзамены и была зачислена на первый курс Санкт-Петербургского Государственной Академии Театрального Искусства, где оказалась на курсе заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Семена Спивака. После окончания Академии некоторое время работала в молодежном театре на Фонтанке, где успела сыграть спектакли «Дон Кихот» и «Ов» и «Дмитро». Дебют Светланы состоялся в эпизоде четвертого сезона многосерийного телевизионного проекта «Всегда говори всегда». В 2007 году известность ей принесла роль Веры в фильме «В субботу» Александра Менданзе, премьера которого состоялась в рамках международного кинофестиваля в Берлине в 2011 году. Фильм рассказывает о событиях во время катастрофы в Чернобыле на атомной электростанции. За роль в этом фильме Светлана получила специфический приз «Испанского ювелирного дома» за лучшую женскую роль. Дебют на девятом международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». В 2012 году Смирнова Манцелкевич сыграла одну из главных героинь в сериале «Обратная сторона луны», показанному по Первому каналу. В сериале вместе со Светланой снималась ее мать Ирина Манцелкевич, которая сыграла взрослую героиню в будущем. В этом же году актриса появилась в мелодраме «Дорога в пустоту» и трагической картине «Третья мировая». В кино Светлана Смирнова Манцелкевич дебютировала, будучи студенткой третьего курса. Она появилась в эпизоде четвертого сезона телесериала «Всегда говори всегда», после которого еще снималась в известных картинах «След», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и другие. Более пристальное внимание специалистов из Ричаря актриса привела в 2011 году, когда сыграла в драме «В субботу», рассказывающей о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. За исполнение роли Веры в этой картине Смирнова Мацеркевич была удостоена специального приза «Испанского ювелирного дома» за лучшую женскую дебютную роль. Интересно, что в какой бы роли ни была задействована актриса, критики неизменно называют ее более ярким воплощением типичных российских черт. На настоящий порыв произошел в 2012 году, так как сразу два телесериала с участием Светланы имели очень высокие рейтинги и приковали зрителей к телеэкранам. Сначала вышла мелодрама «Дорога в пустоту» об испытании, выпавшей на долю героини Смирновой Марцинкевич, а затем объявилась совершенно необычная детективно-мистическая комедия «Обратная сторона луны». В этом многосерийном фильме Светлана сотрудничала с актером Павлом деревянка, чей герой из нашего времени непостижимым образом оказывается в 1979 году, да еще и в теле своего отца. Кстати, в этом фильме сыграла и мать актрисы Ирина Марцинкевич, исполнившая ту же роль, что и дочь, но только в старшем возрасте. В 2016 году поклонники сериала ждут его продолжения, где, конечно, появится и Светлана Смирнова Марцинкевич. Из последних работ актрисы стоит выделить психологическую драму «Жажда», «Детектив в сердце ангела» и мелодраму «С чистого листа». С мужем Русланом Нанавой Светлана Смирнова Марцинкевич познакомилась в театральной академии. Сегодня Руслан тоже востребованный актер, снимался в знаменитой картине «Василиев остров». Любопытно, что будущий муж изначально не обратил особого внимания на Светлану, и это ей пришлось добиваться самой расположения. В итоге влюбленные встречались 7 лет, после чего поженились. Причем официальная церемония была проведена в Питере, а праздновать свадьбу влюбленные вместе с родителями и самыми близкими друзьями отправились в Таиланд, в то самое место, где снимали звездный фильм «Пляж» с Леонардо Дикабрио в главной роли. Весной 2013 года у супруга родился сын, которому дали имя Георгий. Светлана Смирнова Марцинкевич – человек очень творческий. Помимо актерских талантов, она пытается реализовать еще и себя, и как музыкант. Девушка сама сочиняет песни, поет, аккомпанирует себе на гитаре. В планах на будущее есть даже идея записать студийный альбом. А заветным желанием, связанным с кинематографом, у Смирновой Марцинкевич является мечта сыграть Жанну Дарк. Насколько известно прессе, Светлана не ведет Инстаграм, несмотря на то, что эта платформа популярна у коллег-актрис. Светлана Смирнова Марцинкевич сейчас. В 2016 году Светлана исполнила главную женскую роль в криминальном боевике «Беги». Героиня актрисы – девушка Варя, которая беременна от своего жениха Димы и уже готова идти под венец. Но тут юношу обвиняют в убийстве собственного брата и отправляют в колонию. Диму подставляют, ведь юноша с братом и двумя друзьями разработали уникальную компьютерную программу и Дмитрию пророчат стать российским Биллом Гейтсом. В тюрьме у Димы требуют флешку с программой и угрожают смертью Варе и нерожденного ребенка. И тогда программист решает сбежать из тюрьмы, а за влюбленными начинается охота, в которой участвует как полиция, так и конкуренты. Еще одной главной ролью актрисы в 2016 году стал образ Алены в комедии «Жених». Светлана Смирнова исполнила роль девушки из российской любимки, которая познакомилась с немцем в Берлине. Очарованный русской красавицей немец Гельмур приезжает в Россию, чтобы попросить руки девушки у родителей Анны. Ситуация осложняется тем, что в этот момент в дом Алены приезжает бывший муж Толя, который вознамерился вернуть любимую. В романтическом соперничестве мужчин становятся замешанные родственники и соседи Алены, а также заблудившийся танкист и даже одна змея. В 2018 году Светлана Смирнова Марцинкевич сыграет главную роль в картине «Джапарон». Светлана исполняет роль Марии. В прессе известно не так много о грядущей картине, но синопсис обещает небанальный фильм. По сюжету русская по национальности мать воспитывает сыновей от двух разных мужчин. При этом один ребенок мусульманин, а другой иудей. Когда женщина умирает, отцы, которые никогда не видели друг друга, отправляются забрать своих детей. Кроме того, в 2018 году запланировано появление Светланы еще в четырех картинах. Светлана Смирнова Марцинкевич исполнит роль Ани в мелодраме «Бедная девочка», а столичный телеведущий, который сбегает от конфликта в родной город Ялту. Также актриса появится в картине «Месть», в которой курортный любовный треугольник превращается в запланированную встречу с недобрыми намерениями. Сыграет артистка и в ретро-мелодраме «Служили два товарища» о слюбе двух друзей летчиков из Сибири и в детективном триллере «Территория», о серии жестоких и кровавых убийств в тихой глубинке, где среди жертв оказалось и три следователя, пытавшихся раскрыть это преступление. Светлана Смирнова Марцинкевич – очень яркая и запоминающаяся личность. Она снялась во многих интересных картинах. 2008 год. Благовещение и улицы разбитых фонарей. 2009 год. Еще не вечер. 2011 год. Субботу и Небесный суд. 2012 год. Дорога в пустоту и обратная сторона Луны. 2013 год. Порадовал телезрителей следующими картинами «Жажда», «Третья мировая», «С чистого листа», «Морские дьяволы», «Смерть судьбы», «2014 год. Случайная встреча», «2015. Чума», «2016. Беги и жених».